А теперь я хочу задать вам вопрос. Что вы знаете о практике публичных извинений в России? Нет, это не когда кто-то публично кого-то обидел, а потом публично же извинился. Случаи с Россией это когда публикуются видеозаписи, где человек или его родственники просят прощения за его слова или действия. Как правило, извинения приносятся под давление, включая угрозы и пытки. И практика эта зародилась в Чечне и на Северном Кавказе. Вот, например, коллеги телеканала «Настоящее время» подняли из архива видеоролик, в котором жительница Грозного Айшат Инаева сидит рядом с Кадыровым и просит у него прощения. Все это часть сюжета на местном телевидении. Смотрите сами. Поступок женщины осуждает все население района. На встрече с руководителем администрации главы и правительства Исламом Кадыровым собрались коллеги, родственники, старейшины и просто неравнодушные жители муниципалитета. Это какая-то дикость для современного человека, скажете вы. И я с вами, пожалуй, соглашусь. Но в Чечне принуждение к публичным извинениям является методом контроля над обществом. Для чеченцев крайне важно понятие чести. А заключающееся в извинениях унижение может быть для них даже страшнее смерти. Вот такая извращенная форма публичной пытки. Это я к чему. Сейчас объясню. Дело все в том, что эта практика не самая страшная и дикая на территории современной России. Вы наверняка уже слышали историю наемника ЧВК Вагнера Евгения Нужина. Нужин сидел в российской тюрьме за убийство. А за несколько лет до окончания срока его завербовал Евгений Пригожин. Помните видео, как Пригожин вербует зэков? Я представитель сейчас в военной компании. Наверное, слышали, ЧВК Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожи. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Так вот, Нужин попал в украинский плен, после чего его обменяли по спискам. Правда, перед этим он успел дать несколько интервью, в которых заявил, что хочет воевать на стороне Украины. Ну, заявил и заявил. Ни поведение ни соцсети Нужина, где он вел довольно активную жизнь, не говорят о том, что он либо осуждает войну против Украины, ни о том, что у него хоть сколько-нибудь проукраинская оппозиция. Скорее наоборот. Ну, а в ночь на 13 ноября в подконтрольном ЧВК Вагнера телеграм-канале появляется видео, где видно, как Нужин лежит в подвале, с привязанной к камню головой. Смотрите сами. Я Нужин Евгений Анатольевич, 1967 года рождения. Что было дальше, мы специально вам не показываем. Дальше Нужина убивает ударом кувалды по голове. В тексте, который сопровождает этот видеоролик, среди прочего говорится. Только те, кто в теме, знают, что кувалда и предатели имеют для оркестра тесную связь. Да, наемники Пригожина часто именуют себя оркестром. И что же получается, что принудительные извинения перед Кадыровым – это еще детский лепец среди того, что сейчас происходит в современной России? Нет, это даже не мафиозные разборки криминальных авторитетов. Это не коррупция, о которой и так все знают. Это не превышение служебных полномочий. Это садистская, публичная казнь средневековым методом. Причем я, честно, даже не знаю, кому хуже – тому, кого таким образом казнят, или его близким, которым потом такое видео показывают. Выводы делать вам. По информации журналистов BBC, которым удалось поговорить с приближенными к вагнеровцам людьми, такие казни – частая практика. Подтвердить слова этих людей пока не представляется возможным, ведь эти казни не попали в публичную плоскость. Но мне почему-то кажется, что рано или поздно мы о них узнаем. И что характерно, в BBC поговорили с еще одним наемником, который воюет в рядах частной военной компании, не связанной с Евгением Пригожиным. Посмотрев это видео казни, он пришел к выводу, что нужен сделал правильный выбор, когда шел на войну в Украину. Ведь у вагнеровцев экипировка и снабжение намного лучше, чем у всех остальных. А вот основательница правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала журналистам настоящего времени, что в частной военной компании были убиты как минимум 40 ее членов. Романова утверждает, что в ЧВК казнят за такие проступки на фронте, как дезертирство, попытку сдачи в плен, мародерство, злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также половые связи. И это, по словам правозащитницы, только подтвержденные случаи. В этом контексте интересна следующая статистика. Федеральная служба исполнения наказаний в России сообщает, что количество заключенных в исправительных колониях в стране за два месяца сократилось на 23 тысячи человек. При этом никакой амнистии никто же не объявлял. Где эти люди, как думаете? Что важно понимать, что даже в самой России неоднократно заявляли, что наемники не считаются комбатантами, и поэтому на них не распространяется действие международных конвенций.